Представьте себе мир, где самые смелые постапокалиптические фантазии давно стали обыденными вещами. Там и тут, над землей парят огромные острова, игнорируя все законы гравитации. На окраинах оставшихся городов и водных пучинах медленно перемещаются колоссальные туши чудовищных левиафанов. В небесах бьют колокола миражи, а по заброшенным железным дорогам снуют биомеханические поезда-сороконожки. Все это прямо сейчас происходит в параллельной вселенной, где события мировой истории в какой-то миг пошли по совершенно иному пути. Ведь в конце 19 века население Земли впервые столкнулось с явлением под названием инфильтрация. Что это такое и откуда попало в наш мир, вопрос пока остается без ответа. Недаром над ним до сих пор бьются специалисты НИИ спецбиотех, в котором советское правительство собрало лучшие умы уцелевших территорий. Да, в мире метрономикона СССР не распался. Случились вещи гораздо страшнее. И именно советские специалисты смогли добиться наиболее значительных успехов в изучении инфильтрации и ее последствий. Да подлинно известно, что после трех волн инфильтрации в разных регионах Земли, будто грибы после дождя, стали возникать аномалии, под действием которых столь знакомый нам мир менялся самым непредсказуемым образом. Откуда ни возьмись, на свет появлялись диковинные существа, как безобидные, так и смертельно опасные для человека. Да и сами люди попадали под действие аномалий. Кто-то изменялся полностью, превращаясь в жутких мутантов, в которых не оставалось ничего человеческого. На кого-то аномалия действовала избирательно, наделяя сверхспособностями. Такие люди стали именоваться интегрантами и не только оставались в обществе, но и приносили неоценимую пользу в изучении природы инфильтрации. И определенное воздействие испытала даже техника. Из-за аномалии, поезда, автомобили, да даже пылесос, все это могло превратиться в так называемых биомеханоидов. Существ, которые сочетали в себе механизмы, созданные человеком, а также вполне живую плоть и кровь. Еще существуют инфильтраты. Это окологуманоидные или имеющие общие черты с гуманоидами существа, непосредственно порожденные инфильтрацией. Они обладают определенным рядом особенностей в зависимости от вида. Появились и новые домашние животные – арахниды и паукоты. Первые хоть и выглядели как огромные пауки, но по своим повадкам больше напоминали собак. Паукоты же от своих усатополосатых предков отличаются тем, что сменили хвост на дополнительные пары лап и глаз. Именно в таком причудливом, смертельно опасном и все еще малоизученном мире и разворачивается целый калейдоскоп историй, рассказанных очевидцами или непосредственными участниками тех событий. С вами Фантом. Предлагаю вновь окунуться в метрономикон. На этот раз гораздо глубже. Погнали! Замечу на неизвестном осуловленное существо у вас сомневая паукота. Система экстренной сомневой паукоты. Странные сигналы. Получим жителям оставаться в своих домах или городских убежищах на сомневая паукота. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ После очередной волны инфильтрации, человеческая цивилизация, казалось бы, могла сохраниться только в крупных городах с развитой инфраструктурой, армией и полицией. Однако некоторые люди упорно отказывались покидать насиженные места, продолжая свой нехитрый быт в новых условиях. Одним из таких стал Иван Тимофеевич, последний житель своей деревни. Отклонив с десяток предложений о переезде, он каждый день копается в земле и продолжает выращивать картошку. Надо сказать, настоящий дефицит в крупных городах. Сохранять урожай от загребущих рук старику помогают не только верные арахниды, но и жуткие пугало, которыми буквально усеян участок вокруг ветхого дома. Тимофеевича не пугает даже полуторатонный шамаш. Шамаш – малоизученное существо, вступившее в симбиотические отношения с ядовитыми пчелами. Подобные существа, заключившие взаимовыгодный контракт с насекомыми, среди ученых НИИ получили название инсектоцепторы. И действительно, для слепого и неповоротливого шамаша пчелы стали по меткому выражению старика глазами и руками. Однако местные жители быстро нащупали слабое место монстра. Впадающий в спячку шамаш становился особенно уязвимым зимой, поэтому деревенские намеренно будили существо. А когда ядовитые пчелы умирали под воздействием низких температур, чудовище быстро превращалось в запасы тушенки, которые местные заботливо хранили по погребам. Но главным секретом Ивана Тимофеевича оказались столь любимые стариком пугало. Когда последний житель деревни все-таки поддается на уговоры и решает вернуться в город, прибывший за ним сотрудник биоразведки Леонид Жалковский наблюдает странное зрелище. Как позднее рассказывал сам Жалковский, то, что раньше казалось пугалом, при ближайшем рассмотрении оказалось своеобразным коконом на плотном стебле. Привычное движение секатором от Ивана Тимофеевича, и вот из этого кокона на землю вываливается полностью голый человек, который окидывает ночной огород растерянным взглядом. Что же, теперь будет кому позаботиться о хозяйстве, пока старик отправится жить в уютную городскую квартиру. Нити При столкновении с порождениями инфильтрации обычному человеку бывает трудно сохранить здравый ум и адекватное восприятие реальности. Более того, под воздействием аномалии очевидец может попросту утратить собственное «я», и на некоторое время будто бы оказаться в теле инфильтрата, то есть в теле существа, порожденного инфильтрацией. Подобные путанные показания удалось получить от нескольких людей после внезапного появления странного нечто в туалете одной из городских квартир. Из выложенной кафелем стены санузла неведомо как появился белый кокон, после чего упал на пол с характерным хлюпаньем. Судя по первым репликам жильцов, дело было довольно привычное, однако именно в этот раз очертания кокона подозрительно напоминали человеческие. Это и остановило обитателей квартиры от немедленной расправы над внезапным гостем. Человек как-никак. Однако все происходящее далее описано очень сумбурно. Порой кажется, что мысли неведомого существа словно перемешиваются с показаниями свидетелей. Вот мы снова возвращаемся на сторону жильцов квартиры, для которых неведомый гость – лишь голая человекоподобная фигура, только что вылупившаяся из кокона. Обмен мыслями и образами в рамках контакта двух миров прекращается, когда на место прибывают специально обученные люди. Уж они точно знают, что нужно делать в подобных случаях. Эту достаточно печальную историю поведал геодезист по имени Егор. Стоит отметить, что с недавнего времени эта профессия стала еще более востребованной. Ведь теперь при строительстве дорог и прочих элементов инфраструктуры требовалось учитывать не только особенности рельефа, но и аномальную активность. Получив профессию в столице, Егор вернулся работать в свой родной город. Тем же вечером, встретившись с другом детства, очевидец отправился на осмотр местных достопримечательностей, коими оказались так называемые светлячки. Похожие на доисторических плезиозавров, эти существа освещали округу фонарями, расположенными на длинных шеях. В отличие от многих других порождений инфильтрации, светлячки были абсолютно дружелюбны к людям. Более того, после появления странных существ, люди в округе перестали бесследно исчезать, что раньше случалось довольно часто. Используя свой фонарь в качестве путеводного маяка, светлячки помогали заплутавшим ночью людям аккуратно обойти аномальные зоны и благополучно вернуться домой. Однако вскоре дружелюбие светлячков сыграло с ними злую шутку. Оказалось, что фонарь, извлеченный из головы живого существа, сохранял свои свойства и мог служить бесконечным источником света. В округе стали орудовать целые отряды браконьеров, а популяция светлячков стала сокращаться на глазах. Люди снова стали исчезать в аномалиях. Но это еще полбеды. Лишенный фонаря светлячок постепенно превращался в озлобленное слепое существо, одержимое жаждой мести. Именно с таким монстром и столкнулся Егор, возвращаясь домой поздно вечером. Однако бывший светлячок не стал убивать человека, почувствовав с его стороны бесконечное сострадание и чувство вины за представителей своего вида. ХОМО АЛИС Инфильтрация привела не только к появлению новых животных, но и значительно расширила биологическое разнообразие людей. Очевидцем появления на свет нового человека стала студентка Катя во время очередной поездки в столичном метро. Метро, надо сказать, в первые же годы превратилось в концентрацию всевозможных аномалий. Ведь, как известно, проявления инфильтрации начали происходить именно под землей. Поэтому очень скоро нормальными вещами в подземке стали арахниды, поезда-сороконожки, а также огромные коконы, свисающие прямо с крыши вагонов. В этих коконах и созревали так называемые летуны. Внешне мало чем отличающиеся от обычных людей, за исключением пары крыльев за спиной. Новый вид активно включился в жизнь советского общества. Однако коконы приходилось держать под постоянной охраной. Ведь никто не мог сказать наверняка, что за существо появится на свет. Примерно с одинаковой долей вероятности из кокона мог вылупиться как безобидный летун, так и гораздо более опасный монстр. И вот однажды Катя пришлось фактически принимать роды. Во время поездки кокон начал проявлять активность, и вскоре на полу вагона оказался крылатый человек. Охранники, выждав положенную по регламенту минуту, убрали оружие. Ведь теперь сомнений не оставалось. Перед ними находилось миролюбивое существо, которое еще окяжет неоценимую пользу советскому обществу. И не беда, что именно этот новорожденный разговаривает только на латыни, из-за того, что кое-кто, сидя рядом с коконом, готовился к экзамену. Ведь Катю, как будущий сотрудник спецбиотеха, исправно учит древние языки и сможет найти контакт с существом. Николай, как и многие советские пионеры, практически каждое лето отправлялся отдыхать на море. Однако вместо образцовых вожатых за мальчиком присматривала бабушка Анна Валерьевна. Если, конечно, абсолютно равнодушное отношение можно назвать присмотром. Да и море, надо сказать, было вовсе не черное или азовское, а белое. Но даже в холодном Северодвинске Николай нашел настоящих друзей и прекрасно проводил время. Со временем мальчик узнал и довольно неприятную семейную историю. Оказывается, когда-то отец Николая вместе с братом служили на одной подводной лодке. И вот однажды в морской пучине субмарина столкнулась с огромным левиафаном, который попросту сожрал отсек с находившимся там экипажем. И все же большая часть моряков спаслась, в том числе и Колин отец. Брату повезло значительно меньше. С тех пор Анна Валерьевна перестала общаться с сыном, будто бы обвиняя его в гибели брата. Минуло 20 лет, и вот Николай снова оказался в Северодвинске. На этот раз в статусе сотрудника одного из специальных учреждений. Причиной неожиданного визита стала активность огромного левиафана, обитающего в Белом море. Николай кожей ощущал некую связь между текущими событиями и тем трагическим инцидентом на субмарине. И действительно, проснувшись среди ночи, он почувствовал запах блинов. А на кухне обнаружил горы грязной посуды. Бабушки же нигде не было. С помощью портативного летательного аппарата Николай отправился на побережье, где и увидел Анну Валерьевну с полной сумкой блинов. Перед ней из воды высунулась огромная туша левиафана. Бросив на прощение пару слов, старушка отправилась навстречу чудовищу. Догадки Николая подтвердились. Много лет назад левиафан сожрал не только тела моряков, но и поглотил их память. С тех пор Анна Валерьевна поддерживала с погибшим сыном постоянную ментальную связь. А когда почувствовала, что пришло время умирать, старушка просто позвала залегавшее на дне чудовище, чтобы навсегда соединиться с любимым сыном. Бенефис Шипсона Об этом случае поведал бродяга по имени Шипсон. Как и многие другие люди, после начала активной фазы инфильтрации он потерял все, что имел. И теперь бесцельно бродил по городу, ночуя в заброшенных зданиях. И вот однажды нелегкая привела Шипсона в старый театр. Знал бы бродяга, чем это обернется, обошел бы культурное заведение стороной. Ведь театр оккупировал огромный паукообразный монстр, который питался человеческими эмоциями, иссушивая жертву до состояния мумии. Однако не все попавшие в цепкие лапы сдавались так быстро. Один плотник по фамилии Плотников довольно быстро нашел хитрый способ кормить чудовище, оставаясь при этом в живых. Каждый день он выходил на сцену, где совершенно бездарно, но эмоционально исполнял шекспировские монологи, рассказывал пошлые анекдоты и всячески придурялся. Монстр получал свою дозу эмоций и до поры до времени не трогал горе актера. Именно в момент эксцентричного выступления Шипсон и застал своего нового знакомого. Товарищи по несчастью решили провернуть дерзкий план. Пока Плотников отвлекал чудовище очередной импровизацией, Шипсон сумел вырваться из-под контроля и нажать тревожную кнопку. Стали появляться бесконечные бойцы спецбиотеха, аплодирующие Шипсону, и медсестры, одна из которых воткнула ему капельницу и говорила что-то о вкусных эмоциях. Закончилось все кромешным безумием. Пелена Мы уже видели, что порождения инфильтрации могут поглощать не только тела, но и разумы воспоминания своих жертв. Во время изучения одного особо опасного экземпляра, ученые обнаружили обрывки воспоминаний, из которых сложилась буквально голливудская история о любви и предательстве. Наш герой и его подруга зарабатывали тем, что снимали действительно жуткие кадры, где в изрядном количестве присутствовали кровь, страдания и смерть. Иногда кому-то из них приходилось играть роль приманки, в то время как другой делал уникальные кадры, каждый из которых стоил целого состояния. Ведь даже после инфильтрации в мире находились желающие отвалить огромные деньги, чтобы пощекотать себе нервы. При этом они не находили в такой работе ничего предосудительного. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. И вот парочке предстояла встреча с действительно опасным монстром, который поглощал не только тела, но и разум людей, навеки запирая в невидимой клетке. Опасаясь за свою подругу, мужчина решил взять роль приманки на себя, вопреки изначальному плану. Однако, как водится, что-то пошло не так. Монстр оказался гораздо более силен, чем думали охотники за шок-контентом. Оказавшись в цепких щупальцах чудовища, наш герой хотел обратиться за помощью к своей подруге. Но увидел, как она хладнокровно щелкает затвором фотоаппарата, находясь на безопасном расстоянии. Работа прежде всего. Наберу Люди, незначительно пораженные инфильтрацией, не только не утрачивали привычный облик, но и часто получали совершенно немыслимые сверхспособности. Так, достоянием общественности стала история одного интегранта, который имел действительно полезный дар. После воздействия на груди парня появилось некое подобие диска, который можно было встретить на старых домашних телефонах. Достаточно было набрать на нем определенную последовательность цифр, чтобы установить связь с тем или иным человеком. Поскольку многие люди потеряли своих родных в эти беспокойные годы, за возможность пообщаться с мертвыми, интегрант мог смело требовать любую цену. Однако наш герой был человеком весьма скромным и редко просил что-либо, кроме еды. Подкрепившись и отдохнув, он вновь отправлялся в свои бесконечные странствия на диких биомеханических поездах. Однажды жизнь парня меняется кардинальным образом. Ведь в одном из ночных поездов он встречает девушку по имени Криста. Криста тоже интегрант. И тоже в свое время сбежала из-за стенок спецбиотеха, где ученые исследовали новых существ и без особых угрызений совести ставили над ними эксперименты. Два одиночества встретились и решили продолжить свой путь вдвоем. Они вместе останавливались в отдаленных поселениях, где человек-телефон обменивал свой дар на еду. Вместе же и удирали от преследователей. Но в один из дней Криста пропала. Пропала совершенно случайно и нелепо. Потеряв не только подругу, но и смысл жизни, наш герой вскоре вновь оказался в секретных лабораториях спецбиотеха. Но этот факт его уже беспокоил мало. Срочный вызов Есть что рассказать и тем людям, для которых борьба с порождениями инфильтрации – рутинная работа. Данилов – работник горводоканала, занимающийся нейтрализацией аномальных явлений. В любое время дня и ночи он на своей потрепанной буханке готов мчаться по указанному диспетчерам адресу. Вонючая слизь из крана, аномальная активность, монстр в заброшенном здании – нашего героя уже мало что могло бы удивить. Однако один случай запомнился ему надолго. Тогда срочный вызов в прямом смысле выдернул Данилова из постели. Дело не допускало отлагательств, ведь под городской площадью ученые обнаружили спящее существо, похожее на дракона. Внезапное пробуждение таких монстров всегда чревато большими разрушениями и человеческими жертвами. Поэтому Данилов незамедлительно отправляется на место, где уже собрались экстренные службы и множество техники. Локализация с помощью датчиков, осторожная работа буровой машины – и вот наступает очередь Данилова. Он должен спуститься в вырытую яму, чтобы зафиксировать на шее дракона специальный хомут. Ювелирная работа удается на славу, и теперь в дело вступают тягачи. Но дракон просыпается в самый неожиданный момент. Раскрошенный асфальт, струи огня, перевернутый эскаватор. Кажется, на городской площади разверзлись врата самого ада. Но бригада захвата отлично знает свою работу и быстро успокаивает зверя электрическими разрядами. До смерти уставший, но в очередной раз ускользнувший из лап костлявый Данилов возвращается домой. Вот такой вот он, захватывающий, опасный, одновременно прекрасный и ужасающий – мир Метро-Номикона. Все эти истории, о которых я вам сегодня рассказал, и многие другие, вы можете найти на страницах одноименной книги, которая наконец-таки вышла в свет. Метро-Номикон – это коллективная работа, в которой приняли участие более дюжины представителей русскоязычной фантастики. Невероятнейшую атмосферу создают и иллюстрации художника Алексея Андреева, идейного вдохновителя этой безумно интересной вселенной. Его работы вы видели на протяжении всего ролика и увидите в самой книге. К каждому рассказу нарисована целая картина. Небесные колокола, огромные туши левиафанов, биомеханоиды на фоне хрущевок, промзон и домов культуры – все это пугает и завораживает одновременно. Ролик я создавал на основе книги, книга у меня у самого есть, и она мне понравилась. И изображение огненное, и история интересная, небольшие будто бы свидетельства очевидцев, буквально на пару страниц, от разных авторов в разном стиле, но тем не менее в единой вселенной. Читается крайне легко и увлекательно. Книга бросает тебя по миру метрономикона, то в одно место, то резко в другое. Вот ты глядишь на все это глазами сотрудника спецбиотеха, то перемещаешься в шкуру девчонки, которая едет на экзамен, то смотришь на все глазами местного огромного паука, арахнида. А в какой-то момент повествование и вовсе идет от лица порождений инфильтрации. Книга очень атмосферная, советую. Ссылки на сообщество проекта оставлю в описании под роликом. Ну что ж, будьте осторожны, постарайтесь не вляпаться в аномалию. С вами был Фантом, до новых встреч. Внимание! Граждане и гражданки! На всей территории нашей Родины фиксируются прорывы физических законов неясной природы. Неземная материя и чуждые существа вторглись в мирную жизнь советской страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова